Самое главное — освободиться от всего дурного, от всего гнетущего, от страха. От стыда, от какого-то, от всех этих чувств вины освободить себя, освободить своих близких. Всё меня спобегло к этому поиске. Шаг за шагом моя усталость, в которой я уже писала, что с рождением первого ребёнка как раз я уехала в Главство Раполя, там занимались сельским хозяйством, я там чувствовала жуткую усталость. И начала думала, ну как же, ниоткуда мне найти эти дополнительные источники энергии. Пошли на вегетарианство, то, сё, пятое, десятое. Но оно всё не давало никаких источников. Потом шаг за шагом я поняла, что дело в эмоциях всё-таки. И когда начала за собой наблюдать, когда срывалась на детей, на ссоры какие-то, на то, на сё, я начала чувствовать, что у меня утекает энергия. Просто вот как... Вот такое огромное количество. Я говорю, угу, вот оно что. Значит, пора работать с энергией, со своими эмоциями. Но когда начинаешь наблюдать, вот в этом, да, посторонним наблюдателям, я начала понимать, что что-то оно без меня работает как-то. Эмоции включаются даже не со мной, не по моей воле. Вообще что-то как-то автоматически, какая-то программа сидит автоматизированная, на детей, на усталости, накричу там. Потом чувство вины. О, какая, что же я за мать такая! Накричала, наорала, по жопе дала и так далее. И вот этот вот замкнутый круг меня как раз-таки и вывел на то, что да во мне что-то программа. А потом пошло, когда жила в Ставрополье, у меня очень сильно была тяга сходить к бабушке на могилу. Вот такое ощущение, что она меня звала. И на свой день рождения я пошла в бабушке на могилу. И как так пошло, я настроилась, я очень быстро нашла в могилу деда, в могилу бабушки, хотя я очень плохо ориентировалась. Я пришла, я проплакала с ними, я всё им рассказала, и после этого какие-то пошли события. Опять же, я начала понимать, что что-то у нас и в роду не так, что какая-то, как будто мне вот эту вот палочку дали, флаг в руки, Настя, занимайся. Ты вот у нас в роду, ты как раз самая младшая, я младшая с ними. Давай, занимайся, вперёд и спи с ней. Всё, в роду наводи порядок. И сейчас с отцом у меня, у меня очень плохие отношения с отцом, потому что он с самого детства пил, очень долго там скандалы, всё такое. И вот эта детская обида во мне тоже долго сидела. И вот это всё понимание, копание, осознание, вот эта алкогольная зависимость. Я прошла через алкоголь. Ну, то есть много всего вот этого чернувь, которую хочется разобрать, понять, очистить и выкинуть. Наконец-таки помочь себе и близким. Вот так. И я сейчас в эфирном пространстве. И я проверяю поле сеанса. Рабочее пространство. Да, рабочее поле чистое. И я призываю сейчас эфирное тело Анастасии. Анастасия. Раз, два, три. Да, я её вижу. Я сейчас визуально смотрю. Её эфирно тратится. Да, слева подошла довольно агрессивная энергия. Я сейчас отразила её попытку воздействия. Поскольку это слева, сейчас я считаю информацию. Мне идёт, что это что-то действительно связано с родом. Причём причём по женской линии. То есть энергия весьма агрессивная. Как бы не было удивительно, это женская линия. То есть по линии маны. Но мы разберёмся ещё с этим. Я продолжаю. Смотрю. Я сейчас считываю, сколько Анастасия теряет энергию. Потеря очень большие. 31% до 45 пиковых состояний. Уровень вибрации довольно низкий. 63%. Это соответствует минус первому уровню. Это тяжёлый уровень. Тяжёлый энергетический слой для пребывания. Я сейчас читаю эфирное ДНК Анастасии. эфирное ДНК Анастасии. Да, и она говорит я, это я. Она прям так я, это я. Я спрашиваю Анастасию видит ли она меня. Нет, она меня не видит. То есть это эфирная проекция не видит меня. Она говорит я слышу и осознаю твоё присутствие. Я вижу, что на ней надето я бы назвала это первое название первое имя пришло смирительную рубашку. Но она почему-то она как будто накрахмаленная такого тёмно-серого мушиного цвета. И она как будто сейчас как мешок надета на голову. и как будто рукава и сзади рукава завязана. Так, что ещё? Сейчас я подвинусь подальше. Я вижу, что она стоит по колену в густой, вязкой, скользкой, жидкости. Все эти визуализации я сейчас объяснить должна для рациональной части Анастасии, что все эти образы это просто для облегчения понимания, какие блокирующие, сдерживающие программы основные есть, которые мешают самостоятельному восхождению, освобождению. Визуализация просто помогает понять, что фиксирует, что не даёт выйти. выйти. Эта жидкость, в которой Анастасия стоит, она не стабильна, она как будто протекает, она протекает потоком и течёт как будто сзади вперёд. Так. У меня идёт такое определение кармический омут. Вода протекает прямо. Хотя идёт информация, что он может менять направление и закручиваться и втягивать Анастасию на более низкие уровни. Да, понятно. Дальше. Я хочу осмотреть само пространство. Само пространство похоже на кофту. изнутри стенки кажется прозрачным. Но это не так. Я сейчас смотрю с точки зрения Анастасии и за стенками этого помещения, этого куба. такое нарисованное звёздное небо. И вверху, и внизу, со всех сторон. Но оно неестественное, оно нарисованное. Сторона этого куба где-то два метра, не больше, два двадцать идёт. соответственно энергосфера Анастасии деформирована. Она не имеет формы шара, она сплюснута с этих шести сторон. Сейчас я посмотрю сверху. Ну вот мне идёт информация, что сверху Анастасия проделала отверстие. И оно существует до сих пор. Мало того, оно как бы продолжает разрушаться, как будто осколочки такие падают. отверстие отверстие проделано небольшое, где-то сантиметров десять диаметром, и края эти продолжают осыпаться вниз. Идёт информация, что после этого была ужесточена программа смирительная рубашка, когда руки были зафиксированы за спиной. Так. То есть получается, что была попытка выйти. у меня ещё идёт информация, что этот куб уплотняется и сжимается, то есть продолжается его некая эволюция. То есть эта ограничивающая программа, она постепенно сжимает. Так. Я сейчас проверяю, есть ли какие-то фантомы, двойники, иллюзии, эфирные ловушки. Этого ничего нет. Хорошо. Я обращаюсь сейчас к Анастасии и спрашиваю её, осознаёт может ли она то, что я сейчас озвучила. Да. Я спрашиваю, может ли она освободить свои руки. Нет, говорит, я пыталась, его дёргает, так руки не получаются. Там пользу будет. Я спрашиваю, Анастасия осознаёт ли она, что всё, что я сейчас назвала, это всего лишь программа. Она говорит, да, но это жёсткие программы, и я в ловушке. прошу. Я предлагаю сейчас Анастасии обратить своё внимание не на внешние программы, не на пространство, которое я сейчас описываю, и даже не на свою проекцию. А куда? А вот обрати внимание в свой центр света, в свой энергетический центр. Загляни в ядро своего сознания. Ты видишь яркую точку, да, она видит. А теперь загляни в неё, войди сознанием в неё. Да, у меня получается. Вспомни себя, почувствуй себя этим светом. Расширь своё присутствие. да, почувствуй себя этой энергией. Именно энергией. Так, я вижу, у меня получается, она расширяет. Я предлагаю поиграть этим светом. Повысь вибрации до комфортных. почувствуй, это твоя истинная энергетическая световая суть. Говорит, да, я чувствую. Говорит, я вспоминаю. хорошо, повысь свои вибрации и вспыхни. Расширь своё присутствие на максимально комфортный для тебя объём. Да, у меня получилось. Да, ярко, но не очень пока большой объём, но этого вполне не хватило для того, чтобы посыпался, раскрошился и посыпался куб. Вот, в виде энергии, Анастасия. Да. Теперь смотри, твоё присутствие значительно больше, чем те программы, которые тебя удерживали. Ты это видишь? Да, говорит, вижу. А теперь я предлагаю Анастасии эти программы, блокировавшие её. Да, собрать в одну кучечку, можно бросить в контейнер, создать свою мыслью контейнер. Можешь сразу создать портал внизу, под ногами своими. Да, говорит, портал. Поскольку портал это всего лишь коридор, переход, то ты обязательно мыслью назначь конечный пункт, пункт назначения, если ты туда будешь утилизировать какие-то программы, энергии или сущности, то там внизу ты что создаешь? Она мне говорит, жерла вулкана. можно или говорит, вот ядро галактики. Да, ядро галактики, где все, что ты отправишь на утилизацию, будет разложено, да, будут сняты все потенциалы, расформированы все программы и все, что ты утилизируешь, обратиться в первичный, да, в первичную энергию и первичную материю. Да, и ты будешь все это отправлять на благо Вселенной. Хорошо. Я повторяю, да, потому что я слушаю ее слова и повторяю для рациональной части. Итак, я предлагаю сейчас Анастасии еще раз вспыхнуть, повысить свои вибрационные частоты и все, что не соответствует этим комфортным высоким вибрациям света. Позволь всему этому высыпаться из твоей энергосферы. Все, что не соответствует. Да, я вижу, вот, буквально выпадает. Опять же, визуализация идет такая, как будто посыпались и камешки, какие-то жестяные какие-то инструменты. То есть тяжелые сгустки энергий, которым не место в чистой энергосфере светосознания. Я спрашиваю Анастасию, нужно ли сейчас нам разобрать предметно что и что. она говорит, нет, есть более важные вещи и программы, которые установлены с моего согласия и так просто от них не избавиться. Да, Анастасия, я с тобой согласна. Итак, ты сейчас можешь создать ментальный пылесос под своим сознанием. Созитай, вспоминай. Свои мысли ты творишь. Все, что ты подумала и дала волевой импульс, сотворяется тут же. Да, и этим пылесосом можешь собрать в своей энергосфере все лишнее, все, что не соответствует тебе, твоему ДНК, твоим вибрацией. Да, собрала. А теперь можешь открыть нижний портал и выбросить вместе с пылесосом на полное уничтожение до обнуления аннигиляции. Совершенно верно. Итак, я предлагаю сейчас Анастасии подняться на более комфортный уровень для дальнейшей работы. Она называет плюс четвертый. Не ограничивай себя, ты можешь выше. Если тебе комфортно на плюс четвертом, можем работать там. Да, говорит, пока там. Хорошо, мы поднимаемся. Вот, она так немножко неуверена на этом уровне. Я предлагаю ей мысленно создать опору нету. Да, она создала такой диск прозрачный, опиралась на него надо стоять на ней. Хорошо. Я спрашиваю сейчас у Анастасии, дает ли она согласие на то, чтобы я поработала с ней с ней для нее. Да, говорит, я уже посылала сигнал там, телепатически, и да, я его считала, но все-таки я переспрашиваю, потому что таковы правила. Да, она дала согласие. Сейчас я прошу Анастасию развернуть свою ментальную карту показать. Вот я вижу в секторе программ. Она три сектора занимает, она просто черным треугольником. И в секторе программы, в секторе магии, в секторе интерферентов она значится таким прям черным треугольником. такая четкая программа жертвы. Вот есть последующая программа страха, программа нелюбви к себе, отключенный внутренний критик. Последующие программы, они как бы вытекают из этой программы жертвы. Име идет информация что эта программа жертвы была образована в третьем воплощении сегодняшнего, то есть не предыдущем, втором, да? Первое, второе, третье. Да, третье сегодняшнего, теперь четвертое получается. воплощение Да, тогда она была образована. А в этом воплощении она была включена очень рано владенчестве. младенчестве. Я перехожу в сектор магии. Вот опять первое, что бросается в глаза, это вот это жертвенный треугольник. Кто у нас в секторе магии причастен к этому? Да, я приказываю сейчас всем программам, всем сущностям, всем фантомам, всем энергиям замириться, молчать. Я снимаю все защиты на снятие магии колдовства и считываю только истинную и правдивую информацию. предлагаю сейчас Анастасии очистить рабочее пространство своей волей. Да, и все, весь этот туман. Да, скатаю его так руками в энергетический шарик и выброс нижний портал. Да, я вижу, выбросил, закрыл портал. Ну вот я вижу мужчину в секторе магии, он имеет отношение к этой программе жертвы. Я спрашиваю его, когда и при каких обстоятельствах он впервые проник в энергосферу Анастасии. Да, я приказываю отвечать на мой вопрос. Он говорит, что он провел магический ритуал. Так, я спрашиваю Анастасии, помнит ли она, когда это было и готова ли она мне показать этот момент. еще раз задаю вопрос Анастасии. Анастасия, ты знаешь, когда эта энергия и эта сущность вторглась в твое энергопространство. Это так? Да, говорит, я знаю. ты готова показать мне этот момент и эти обстоятельства. Он говорит, нет. Себе что-то мешает, верно? Да, говорит, я боюсь. Хорошо. В таком случае я сейчас замораживаю эту ситуацию, обращаюсь к Анастасии. Анастасия, вот сейчас я предлагаю тебе еще раз поднять свои вибрации, еще раз вспомнить о том, что ты вечная и бесконечная энергия жизни. Для тебя нет ни страха, ни смерти, ни эмоций. Тебя невозможно ограничить никакими программами, если ты этого не желаешь. Твоя воля творит миры. твое сознание творит пространство. Ты сейчас можешь найти в своей энергосфере те зажимы эмоциональные, которые установила самостоятельно. Блоки страха, неуверенности в себе, боязнь испытать, еще раз испытать или увидеть нечто травмирующее. Найди эти энергосферы. Я помогу тебе. Обрати внимание в районе копчика. да, визуализация такая, как будто это булыжник. Булыжник, как на дороге, булыжник такой серо-конечный. Скажи, Анастасия, можно тебе этот камень в энергосфере? Нет, говорит, не можно. положи на рабочий стол, мы рассмотрим, что это на самом деле. Да, положила. Итак, страх смерти, страх боли. Я хочу спросить, страх смерти, Анастасия, как ты его понимаешь? А, так, с усмешкой, с усмешкой. Она говорит, мой ум боится. Ну, ты-то понимаешь, что смерть нет? Она говорит, но есть страдания. Да, страдания есть, но это страдания физического тела. Сколько тел, я спрашиваю, ты сменила за время своих земных воплощений? Ответь мне на этот вопрос, ты помнишь? 38. я спрашиваю, большинство смертей были насильственными, или ты уходила по доброй воле, или умирала во сне? Они были насильственными. ничего удивительного, что в твоем физическом теле существует такая блокировка. Но сейчас ты освобождаешься от нее. Пришло время вспомнить себя и убрать все лишнее, что тебя программирует. давай создадим контейнер. Создай контейнер. Можешь выбросить туда. Давай перейдем дальше. Посмотри выше. В области второй чакры она говорит опять страх. Хорошо достать. Но выглядит как будто желеобразно. Похоже на желеобразную метод. Да, положи на рабочий стол. Давай рассмотрим внимательно, что делает эта блокировка, что делает эта программа. Я хочу спросить, Анастасия, ты сама создала эти блоки самостоятельно или тебе помогли? Это тобой созданная программа. Она говорит, да, мы сейчас извлекаем мною созданную программу. Что это за программа? она говорит, это страх не соответствовать, страх быть невостребованным, страх не а ну вот она показывает себя как бы в зеркале. Страх, что я недостаточно красиво, что я не смогу реализовать себя, что мои, что моя женственность не будет востребована, она как говорит, достойным человеком, да, повторяет, достойным человеком. Я спрошу Анастасию, ты имеешь в виду родственную душу? Она говорит, да. Она говорит, каждая душа ищет и желает встретить свою ну вот мне идет соответствующую по вибрации по духовной наполненности душу, чтобы образовать целостность. А я спрашиваю, вот эта блокировка, она помогает тебе или мешает тебе искать родственную душу? Она говорит, конечно, мешает. В таком случае ты можешь избавиться от него, выграя сетев контейнер. Вместе со всеми эмоциями, которые когда-либо на протяжении твоей жизни провоцировало. Вот эти эмоции, это тоже звустки, они в твоей энергосфере, обратите внимание. Вот они как будто рассеяны. в энергосфере, выше, ниже, то есть по меридианам энергетическим. Видишь, есть еще в стороне такие энергоцентры малые. И вот многие из них заблокированы вот такими эмоциями. То есть в каком-то периоде ты испугалась. эмоциями, что она мне показывает так, что юноше нравится, но не обращает внимания. Такая картинка, что вроде вот компания, а юноша так левее и впереди, и ее внимание на него, а он, а он, то есть она хочет ему понравиться, а он отвлечен, он говорит о чем-то другом. То есть такая картинка, то есть образ такой. Я хочу спросить Анастасии, а эту картинку показала мне случайно? Она говорит, нет, не случайно. А ты хочешь сказать, что в твоей жизни уже встречался тот человек, который является твоей родственной душой? Да, говорит, встречался. В таком случае я хочу сразу спросить, а он сейчас рядом с тобой? Нет. Говорит, я его упустию. Я спрашиваю безвозвратно. Он улыбается, говорит, не бывает ничего безвозвратного. Хорошо. Хорошая я согласна с тобой, Анастасия, так оно есть. Продолжаем осмотр. Третья чакра. Вот здесь у нас как раз и есть неуверенность в себе, скованность своих проявлений, страх неспособности, страх, что не будешь способен соответствовать тому статусу, который... Так, секунду, давай поточнее такие слова. Давай чуть-чуть немножечко будешь мне транслировать. Ага, хорошо. Страх того, что не будешь соответствовать высокому занимаемому положению. Она меряет каждый сверчок. напоминает. Это каждый сверчок знает свой шесток, что ли? Она говорит, да. Ну, подожди, Анастасия, ты же, может, договорились с тобой, что ты человек, никакой не сверчок. Она улыбается. Говорит, конечно, договорились, но это чтобы было понятно, что блокировало эту программу, что вот этот вот блок эмоциональный, установленный самостоятельно. То есть это некая планка, потолок, который подсознательно был установлен, выше которого не прыгнуть, верно? Да. Еще что-нибудь? Вот основное. Хорошо. Нужен тебе этот блок? нет, не нужен. Выбрасываем. И все эмоции, которые предшествовали его появлению, да, и все, которые следовали за мной. Выбросил. Контейнер, верно. Переходим к сердечной чекре. Я вижу очень мощную блокировку, что это выниму. Это твоя блокировка или это изне интерференты блокировали? Она говорит, я сама. Я сейчас опишу, как это выглядит. Это выглядит визуализация такая, что сердце как будто как мумия перемотана вот такими бинтами со всех сторон. И бинт такой цвета как будто сказать небеленного льна, что ли. В общем, сердце как мумия замотана многократно вот этими битами. Так, что это значит? Говорит, давай разматывай все это, снимай всю эту обмотку и положи на рабочий стол, мы рассмотрим, что делала эта программа. Она говорит, что это боязнь сердечных ран и попытка залечивать, исцелять душевные травмы. Да, так и звучит душевные травмы. Я спрашиваю, ты в данное время время, ты осознаешь, что это была, она говорит, неуклюжая попытка. Сейчас ты знаешь, как можно излечить душевные раны? Она говорит, да, исцеление света и любовью к себе. Да, хорошо. Теперь проверь, пожалуйста, в энергосфере, где еще есть эмоциональные блоки, которые предшествовали. Да, и все последовавшие эмоциональные узлы, сгустки. да, вот собирай. Да, все в контейнер прошу. Проходим к головой чакре. Здесь что-то прям совсем. Я спрашиваю еще раз, это твоя программа? Да, говорит, это моя программа. выглядит это как будто диск, как будто металлический диск, блестящий, надет вот на шею. То есть вокруг шеи как воротник такой. Так. Я спрашиваю, что делает этот блок? А она говорит, что это как бы ограниченное ограничение свободной коммуникации. А я спрошу, зачем же ты тогда установила его? Она говорит, страх. Какой страх? Страх отстаивать свою точку зрения. Страх последствий, страх последствий, если я скажу что-то не так. Страх потерять что-либо или кого-либо из-за почему-то вред неуклюжего слова. Хорошо, пусть неуклюжие слова. страх настаивать на реализации своих интересов. Она мне показывает еще раз на третью чакру, что говорит, да, я вижу, что здесь еще ниточка, вытаскиваю эту ниточку, там как будто никогда не бывает на одном энергоцентре, они часто работают в паре и часто блокируем мы в паре. И вот третья и пятая чакры часто в паре блокируются. вот. И что еще это здесь делает? Ну, вот как раз она показывает этот ступор, что эта программа, она как бы пережимает ей горло, когда возникает вот подсознательно возникает страх последствий того, что скажешь, либо кому-то откажешь, либо не позволишь кому-то. И она мне показывает момент, когда эта программа была и установлена. Она показывает, да, это раннее детство, это сейчас я уточню какое-то возраст. Меньше годика ребенка сейчас я посмотрю. Ну, я вижу, что девочка маленькая на ползуночках и ползуночки ползуночки мокренькие, она беспокоится. Нет, она плачет. Я прошу показывать мне сам момент. ее напугала. Мама резким движением ее подняла и встряхнула и стала не просто ворчать, а стала громко ругать. А я сейчас предлагаю Анастасии вот в тот момент, который она мне показывает, вот прямо в этот момент дай информацию в ядро сознания этой девочки. Слейся с ней сознанием, вспыхни. Да, прям там расцвети себя, вспыхни энергией. Хорошо. Да, Анастасия, ты можешь зайти за некоторое время до этого, пожалуйста. хорошо. Зашли чуть пораньше. Да, девочка уже знает, что предстоит вот этот испуг. Давай проживем это воплощение без этого испуга. Я спрашиваю, Настенька, ты боишься сейчас? Она говорит, нет. Тебя что-то беспокоит? Иногда говорит, мне неприятно мокрое, уже холодно. Говорю, позови маму, так как ты делаешь это всегда. Но при этом эмоции свои. Так. Будь уверена в себе, будь спокойна. Вот подошла мама, а теперь ты можешь дать ей информацию в ядро ее сознания. Вот прямо сейчас. Лучом прямо ей сердечный центр. Дай ей информацию о том, что ты скажи мне, как ты это говоришь. Она говорит, я такая же божественная светочастица, как и ты. я проявляю мою свободную волю и запрещаю кому бы то ни было провоцировать меня на выработку негативных энергий эмоций. не пугай меня. Я предлагаю сейчас Настеньке, а я вижу, что мама подошла и очень спокойно поменяла, поменяла ей подгузник и ползиночки. То есть эта ситуация у нас, да, мы ее пережили, возвращаемся да, я вижу, что девочка расстала. Но я предлагаю все-таки Насте сейчас, здесь сейчас, вот просто обращаясь к маме, сказать ей все, что ей захотелось сказать в том моменте. Любые слова, все, что угодно, скажи ей, что ты не позволяешь. Она говорит, я не позволяю так возвращаться со мной. Отныне и впредь границы моей энергосферы неприкосновенны. Я предлагаю Анастасии с того момента пройти, прокрутить папки на пленку все подобные ситуации в ее воплощении. Когда она испытывала подобные воздействия негативные от кого бы то ни было. Мама ли это, отец ли это, братья ли, знакомые или друзья, кто угодно, все. Давай, ты промотаешь эту всю кинопленку, перепроживешь с сегодняшним осознанием все те моменты, которые посчитаешь нужны. Да, уже не имея этих блоков страха. Да, я вижу, она снимает эту блокировку свою, выбрасывает. И сейчас до отправляешься в тот момент. Поскольку на том комплане время течет иначе, я вижу, Анастасия все это делает. Кадры так проматывают. Вот уже школьные годы. Вертатный период. Вот здесь вторая чакра, вот здесь просто сигналом пошла вторая чакра. Ну да, созревание, сексуальность и блокировка поставлена. Она мне говорит, что блокировка поставлена рано, примерно в 11 лет. Да. просвети просвети всю свою жизнь, а те моменты, которые тебе не нравятся и хочешь перепрожить, просто засвети их на пленке, как на кинопленке, своим же светом. Засвети эти моменты на пленке и проживи все совершенно вначале. Да, она это делает, вплоть до момента здесь и сейчас. Она спрашивает, а как же те моменты, которые вызывают сожаление? Рассмотри их поподробнее. Ну вот, она мне показывает, что были такие же удары информационные извне, когда пробуждались, когда срабатывали все эти зажимы. Так, не проживи иначе. Это чужой сценарий, мы с тобой еще доберемся до контракта и расторгнем его. Ты уже сейчас можешь игнорировать те сценарии, которые тебя не устраивают. Ты творец своей жизни. Да, ты носитель энергии творения. и поэтому все в твоей энергосфере подчиняется твоей воле. В каком бы моменте прошлого, настоящего или будущего это не происходило. Ты творец своей реальности и ты хозяин полновластный всего, что есть в твоей энергосфере. да, она говорит согласна. Ну, я вижу, что она вот моменты показывает, ну, не знаю, вот момент, диагноз, спокойствие, обида. Есть обиды? Нет обиды. она говорит, что она уже выполнила всю работу и что если и что она эту работу намерена продолжать впредь, она говорит, после сеанса, если будут возникать в жизни подобные ситуации, когда извне будет производиться какое-то воздействие другими людьми, она она готова к осознанной реакции на эти воздействия. Например, я спрашиваю, например, объясни, чтобы рациональная часть Анастасии была понятна. А она говорит, если кто-то меня станет ругать, я буду да, я буду осознавать, что это внешняя программа, внешнее воздействие. И до тех пор, пока я не принимаю эту программу и не реагирую на нее эмоционально, она меня не касается. Она говорит, раздраженный человек в моем присутствии, это его программа, это его проблема. Если он хочет меня обидеть, у него это может просто не получиться. Это его негативная энергия, пусть она остается с ним. Да. хорошо. Дальше. Давай посмотрим. Есть у тебя блокировка видения, блокировка шестой чакры. Сама устанавливаю блокировку. Ну да, хорошо. Давай тогда посмотрим глазки. что означают эти линзы. Посмотри, они похожи на такие пирамидки. Что означают эти линзы? Я считаю информацию. Ну, мне идет аналог розовых очков. Вынужденная вера в иллюзорную реальность. Как-то так или. Так. Я спрашиваю, сама остановила? Да, говорит, я сама остановила. Что означает вынужденная вера в иллюзорную реальность? Вот она объясняет, что из когда ум, опыт, логика подсказывают, что такое поведение будет наиболее безопасным. Я стараюсь да, я рисую такую картинку, в которой стараюсь не видеть некоторых обстоятельств. Буквально, как говорят, закрываю глаза на отдельные факты, на отдельные черты характера людей. То есть вот такое выборочное восприятие реальности. Верно я говорю? Да, говорит, верно. То есть обманываем самую себя себя где-то дорисовываем, а где-то закрываем глаза на очевидные вещи. Так, еще есть что-то? Есть что-то? Хорошо, посмотри, затылок в области затылка. Такая светящаяся сфера. Видишь, я я ее считываю, да, я уже считываю ее как сфера иллюзии. Я спрашиваю, сама устанавливаю или кто помог? Говорит, помогли. Так, а кто это такие? Нагрит интерференты. Но, с моего согласия. Я, говорит, не понимала, чего хочу. Сфера иллюзии. Она считывается как сфера сновидений и сфера иллюзорных вот фантазий. мне почему-то идут картины сексуального характера. Вот иллюзии. Почему связано с этим? Я спрашиваю, Анастасия. Она говорит, а это уже не я делала. Так, а когда было установлено это? Она говорит, как раз в пубертатном периоде. Одиннадцать, одиннадцать с половиной. А я спрашиваю, Анастасия, ты так рано вышла из энергетической сферы матери? Она говорит, да, рано вышла. А почему? Говорит, мы не ладили. То есть, я сейчас объясню, для рациональной части ребенок может находиться под защитой энергосферы матери и до тринадцати, до четырнадцати лет. Да. Но есть случаи, когда выходят и в семь лет. Так что одиннадцать, одиннадцать с половиной это не так уж и рано, хотя в общем-то рановато это позволило получается интерферентам вторгаться без опасений и воздействовать на эмоции, на мысли. Вот, сама поставила блок, а интерференты на него получается насадили, как бы это сказать, вот опять идет такой проводочек, обратите внимание сейчас, Анастасия, ко второй чакре. И вот эта вот связь ты можешь сразу вытащить вместе с зацепочкой из второй чакры. Что там у нас? А видишь, там кристаллик такой, причем кристаллик таким ярко желтым, все-таки ярко оранжевым, так, как бы пульсирует, мигает, видишь? Так, вытаскивай, и ты видишь, связь идет с этим, с этой сферой. Да, говорит, вижу. Так, и каким образом это работает? Давай посмотрим. Понятно. То есть иллюзии подогревают возбуждение. Все, все, я поняла. все, давай, выдергивай все это, не нужно искусственно все это возбуждать. Все убрала, да, убраться в контейнер. Проверяем седьмой чак, есть там блокировка? Да, говорит, есть блокировка. Ну, а такая сейчас. Она в виде такого, не знаю, крышечка какая. Почему она мне так похожа на ирийскую кипу? На вот эту шапочку, которую она на макушке носит. Я спрашиваю, Анастасия, это твоя программа? Она говорит, это моя программа. А чего ты хотела добиться и в каких обстоятельствах ты ее установила? А она говорит, что это согласие на крещение. И это, да, это прерывание, перекрытие, ну, как бы не полное, но значительное перекрытие связи с первоисточником. Да, она соглашается, так и есть. Я спрашиваю, а форма имеет значение? Почему именно кипа? Анастасия, она говорит, это же все иудейские религии. Ну, в смысле, да, иудейские. Да, одного поля ягоды говори. Да, ты права, одного поля ягоды. Значит, снимай тоже в контейнер. Так, теперь проверь еще раз свою энергосферу. Все эмоции, на которые были установлены эти блоки и все последствия и вторгнись в себе. Да, давай, своей волей накапливаешь потенциал, вспыхиваешь яркой звездой и выталкиваешь своими энергиями, вот этими светлыми, фрактальными энергиями жизни, выталкиваешь из себя все, все, что затеняет твою энергосферу, все, что тебе мешает. Все, вытолкнули. Да, теперь опять ментальный пылесос собирает все в контейнер вместе с пылесосом и можешь смело выброситься в нижний портал на полную анигиляцию без права восстановления. Ты могла бы все это перемодулировать и оставить энергию в своей энергосфере. Нет, говорит, я не хочу избавиться одним махом хочу. Хорошо, твоя воля творится. Да будет все по воле твоей. Хорошо, продолжим. Итак, в секторе магии возвращаемся. Мужчина. Я спрашиваю Анастасию, помнит ли она, когда и при каких обстоятельствах был проведен ритуал жертвоприношения? Да, она это помнит. Готова ли ты мне показать сейчас этот ритуал? Готова ли ты показать мне все обстоятельства? Да, говорит, готова. Хорошо, тогда я прошу отвезти меня туда и показывать. я вижу большую площадь и я вижу на площади шафот и шафот довольно высокий люди а людей не очень много и человек сорок шафот действительно высокий к нему ведут наверх ведут восемь ступеней и наверху на этом шафоте начерчен круг звезда и звезда еще стоит даже не столб а сейчас все я вижу два столба вот так соединенные опирающиеся друг на друга да и стоит женщина под ними и у нее руки привязаны к одному и другому столбу и ноги также привязаны так хорошо я спрашиваю Анастасию кто эта женщина она ли это она говорит да это она так я хочу еще раз смотреть ситуацию подробнее странно так я думала что ладно описываю как вижу потому что я честно говоря думала что так в средневековье одевались врачи вот эти кожаные маски с клювом у них были во время чумы я думала что это врачи но по какой-то причине именно в такой одежде у меня идет слово палач я вижу что вокруг шафота четыре таких вот угла стоит как бы охрана стража я хочу спросить у Анастасии какое это государство какое-то время что она мне показывает она мне говорит что это на территории Чехии Чехия на территории Чехии теплышний так что вообще произошло и кто эта женщина как зовут ее назови мне идет Грета да именно Грета а что предшествовало этому событию расскажи мне пожалуйста что это было смысл всего этого действия объяснили она говорит давайте 8 у Греты хорошо все я вижу что Анастасия остановила как стоп кадр сделала я спрашиваю у Греты что привела ее сюда она рассказывает что она что к ней был прислан посыльный от ланд как это правильно слово ланд граф да ланд граф к ней был прислан посыльный с предложением атлант графа прийти к нему в услужение а я спрашиваю что значит услужение она мне говорит что вся круга знает его как развратника погубившего ни одну честную девушку я спрашиваю Гретту сколько лет ей в данное время когда мы с ней разговариваем она говорит неполных 18 почти 18 понятно так а дальше что я говорит отказалась она говорит что сказала отцу почему-то именно отцу сказала не матери она говорит ну это же естественно отец нас защищает хорошо что предпринял отец отец стал сомневаться потому что отказ это такое репрессия хотя была мысль отослать меня в на хутор она говорит на хутор к дальней тетке но отец испугался что да он смирился он говорит он сказал что придется смириться потому что ландграф все равно отыщет и все здесь принадлежит ему и его воля его воля законна да в нашем в этих землях вот в этих землях в этих землях хорошо что дальше происходит я спрашиваю Грета что произошло дальше да я смотрю Грету отправили наниматься на работу на службу и она пошла и у нее был разговор эконом с экономом с управляющим но управляющий да приказал я оставаться в комнате ждать и пришел сам ландграф да подошел так взял ее за подбородок поднял ее лицо оценивающий посмотрел на нее и сказал что да ты будешь моей она Грета сказала что нет никогда он усмехнулся и сказал будешь добровольно будешь вот увидишь ты захочешь все девушку отправили на кухню и она да она на кухне работала да подсобница что-то с продуктами мыть чистить так а затем вот мне показывает Грета что по ночам он стал приходить к ней во снах стал приходить к ней в сна и она утратила покой я спрашиваю Анастасию сейчас может ли она мне сейчас сказать было ли это результатом магического воздействия она говорит да однозначно хорошо я сейчас предлагаю Анастасии передать информацию прямо здесь и сейчас передать информацию в ядро сознания Греты слиться с ней сознание дайте информацию вот в том моменте в котором мы сейчас были где стали приходить навязчивые идеи сексуального характера вот в этом моменте да а сейчас я призываю этого мужчину из сектора магии да я ограничиваю блокирую его программу своей программы вот он в сфере и приказываю показать мне какого рода ритуал он производил для того чтобы завоевать доверие согласие этой девушки он мне показывает что у него старик был он называет его магом я спрашиваю это его отец он говорит нет это его дядя то есть его дядя владел знал ритуалы черной магии и да удовлетворял похоть своего племянника потому что сейчас как он говорит секунду я присыщен насилием мне нужно согласие мне нужна жажда я должен видеть жажду в женских глазах хорошо я к нему и так они ну вот я вижу да это черномагический ритуал они режут петуха что-то кровь нож подробности эти не столь важны совершенно ясно что это черномагический ритуал да и что-то да и девушки что-то да старуха на кухне работница еще одна кухня что-то подливает девочки в питье ситуация понятна в итоге Грета а нет она не согласилась она несмотря на это магическое воздействие да она сопротивлялась ее воля не была покорена и ланд графу надоело ждать он предпринял две попытки это я вижу вторую из них а Грета под подушкой положила нож с кухкой и пыталась защищаться и тогда он сейчас имя пришло имя Ульрих Ульрих имя Ульрих так а и что ну да я вижу он схватил ее за руку вырвал у нее этот нож швырнул ее на пол позвал 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 стражу и пригрозил ей что если если нет от тебя пользы от живой то будет польза от мертвых хорошо я поняла и после этого да ее осудили за что ее осудили ее обвинили в попытке ограбить и убить Ландград я спросила сейчас у Греты а почему помост такой высокий она она говорит да это чтобы не было видно вот этого магического круга и что впоследствии произошло ну вот она мне показывает что приносит охапки хвороста и ее сжигают хорошо мы возвращаемся в тот момент где были первые поползновеки Анастасия я вижу свелась с сознанием с Греты и в этот момент или все-таки раньше пойдите молодец хорошо давай пойди раньше воля твоя в какое время ты пойдешь она говорит а я пойду в свои 15 лет хорошо вот вот я вижу греть 15 она просит отца и мать отослать ее под предлогом что дальней родственнице очень тяжело одной управляться с большим хозяйством на хуторе и она готова ей помогать вот и она говорит что а у вас будет одним ртом меньше я вижу что у нее еще есть братья и сестры их четверо а она старше да говорит за маленькими присмотр нужен но она показывает на среднюю сестру но она уже подросла и может меня заменить то есть она нашла предлог чтобы ее отправили с глаз долой так смотрим дальше развитие этих событий да ей удалось избежать того магического воздействия первичного и этой смерти на косте хорошо это другая вероятностная линия жизни я сейчас хочу проверить какие последствия этого ритуала существуют помимо программной жертвы я спрашиваю есть ли контракт вот мне идет информация что контракт на это воплощение был заключен в связи с этим событием да Анастасия подтверждает итак я сейчас предлагаю Анастасию вот этого черного мага просканировать мы знаем когда ты впервые столкнулась с этой энергией а теперь я спрашиваю тебя в последующих твоих воплощений встречалась ли это душа встречалась ли это сущность тебе еще раз да или нет она говорит да каждый раз это говорит прописано в контракте и меня спрашиваю Анастасию может ли она назвать мне имя того человека кто в этом воплощении таким в этом воплощении является этот черный маг она пока не готова мне назвать это имя тебе что-то мешает назвать это имя она говорит да блокировка поставлена самим контрактом то есть от ее сознания это скрыли на основании контракта все я поняла это забвение я растопну потом скажешь и так сейчас ты Анастасия вольна во-первых найти в своей энергосфере все последствия магических воздействий которые производила на себя эта сущность этот человек этот черный маг они никогда не действуют одни поэтому был задействован сектор интерферентов да давай обратим внимание на сектор интерферентов давай считаем какие энергии какие сущности ты там находишь вот четыре сущности заблокирую их тоже да вот так же прозрачными сферами зеркальными хорошо заблокирую четыре сферы есть ли среди интерферентов тот который влиял на ситуацию этого жертвоприношения и этого контракта он говорит да это рептилоид хорошо тогда ты его можешь тоже привлечь к ответственности поставить перед собой найди в своей энергосфере все все последствия и вручи этим товарищам исторбнись себя все кармические все следы кармических утяжелений мне почему-то идут сейчас я объясню почему утяжеление по той причине что вот этот ритуал сожжения вот мне идет информация он подразумевал что ты уходя из жизни уносишь с собой негативную карму этого человека то есть на твою душу магическим ритуалом была навешана кармическая ответственность этого человека вот вот мне идет и его дяде и той сущности которая у нее идет еще демоническая сущность да и рептилоид демоническая сущность все это было навешано на твою душу да идет подтверждение вот я сейчас предлагаю анастасии найти эти кармические последствия эти энергии чужой кармы вот я их вижу как гроздь гроздья такие не привязаны буквально к обеим ногам они привязаны к обеим ногам и тут же мне показывают опять картинку где она стоит на помосте на ашафоте и вот эти привязки к двум столбам две ноги идет а ну как символическая идет какая-то да какая-то символика в этом заложена и руки привязаны получается и в руках тоже на руках тоже браслеты на них тоже висят не знаю как грозится как будто вы такие черные шарики их множество множество на руках они полупрозрачные и я считываю что это карма засодеянная карма засодеянная этими колдунами а на ногах а это карма а это карма их интерферентов и их наставников меди их наставников и их интерферентов все ясно ну вот я тогда говорил Анастасии ты можешь если хочешь можешь оставить все это себе если ты не желаешь то ты можешь все это снять вместе с зацепками вот я вижу снимаешь с рук эти браслеты да это программа выбрасывай да можешь даже не в контейнер отдавай все этому человеку каждый творец должен испытать на себе плоды своего творения вот эти плоды ты ему возвращаешь да отдала с одной руки с другой руки я наблюдаю да отцепляясь ног у меня вот идет картинка напоминание вот эта блокировка была когда в самом начале в пространстве по колено стояло в этой в потоке жидкости это тоже карма была то есть там визуализация была такая что по колено в темном мире по колено в этой кармической то есть это кармическое обременение отягощило душу настолько что она была утянута уже на минус первый уровень так все с ног сняла вместе с зацепками да теперь вынимаешь все последствия из всех воплощений все искажения твоих жизненных сценариев да все жизненные ситуации в которых эта чужая карма и этот магический ритуал последствия этого ритуала мешали тебе проявлять собственную свободную волю да все я вижу сделала да вот эти все последствия тоже скатай в шарик это это тоже их ответственность отдавать так что еще проверить еще раз сферу свою так что касается контракта мы сейчас будем его расторгать поскольку ситуация соответствующая то мы можем это сделать она говорит нет сначала полдуна отправим хорошо в таком случае я предлагаю Анастасии создать некую центрифугу в которой она сможет раскрутить все что туда поместит чтобы все человеческое могло уйти на суд вселенной на суд сил кармы и первотворца а все не человеческое было утилизировано аннигилировано без права на восстановление создала центрифугу ну вот для начала выбрать все свои что там у тебя в контейнере еще оставалось хорошо теперь ты можешь поместить туда этого человека со всей его кармой и поместить вот этого демона демогическую сущность которая да которая на него воздействовала и причастна к этому магическому ритуалу жертвоприношению да и рептилоид тоже причастен значит тоже туда все все я вижу запустила все человеческое отправляется на суть первоисточника я вижу силы кармы здесь рядом все нечеловеческое отправляется в центр галактики на полную аннигиляцию без права на восстановление как и есть теперь ты можешь собрать эту всю центрифугу всю конструкцию и выбросить нижний портал все выбросила закрыла портал что давай посмотрим еще раз на твою ментальную карту программа жертвы отсутствует программа страха отсутствует как таковая если какие-то вкрапления пыль анастасия может их просто высветить своим светом светом своей души вас пламени пусть сгорят прямо в твоей энергосфере этот свет он их перемодулирует он не просто сжигает он меняет полярность меняет вибрации меняет наполненность вот этих фрагментов программ так сектор магии я по какой-то причине опять вижу этого мужчину я его вижу уже фантом так он более бредный но все-таки это он я спрошу анастасия есть ли в секторе магии то что привлекает ее особое внимание да и показывает именно женщину хорошо что делает эта женщина я хочу рассмотреть она как-то карты раскладывает это все что она делала я спрашиваю анастасия говорит гадала предсказывала я спрашиваю учила тебя чему-нибудь она говорит да ну я говорю тогда что она может сейчас все эти последствия я сейчас смотрю есть ли магическая метка анастасия да есть магическая метка но она так просто не снимется если ты сама делала какие-то магические ритуалы да гадания святки вот эти все да поэтому ты сейчас можешь да попросить прощения у первоисточника все я вижу она просит прощения у первоисточника за то что впустила свою жизнь магию за то что усомнилась в божественном проведении сосредоточенном где собственной душе отреклась от своего звания творца и пыталась искать вне себя да пыталась найти ответы на свои вопросы а натыкалась на иллюзии созданные чужими умами да я вижу что да я вижу что от сектора первоисточника на нее проливается свет мягкий фрактальный свет как будто обнимает ее да ее слова восприняты теперь теперь Анастасия может снять со лба вот здесь на лбу посмотри у тебя как будто черный пластырь наклеен да на лбу снимай это магическая нитка так и атрибуты видишь фантом на атрибуты твои что там зеркальце карты кофе и какие-то и какие-то напечатанные такие листочки бумаги как будто нарезанные напечатанные листочки бумаги давай собирай все это открывай нижний портал выбрасывай нижний портал и все последствия из своей энергосферы выталкивая всех этих магических действий я вижу две привязки она прям вот отцепляет и отсекает две привязки я не знаю что это было то ли это был приворот то ли отворок но что-то но она в процессе получается какие-то две ниточки образовались хорошо выбросила запрыла портал что эта женщина которая учила тебя кем она тебе является она говорит не родственница она посторонняя хорошо вот этой посторонней ты можешь вручить сейчас найди свою энергосферу те блоки которые были установлены существует ли магическая привязка шлейф да идет вот он шлейф посмотри он идет к он идет к третьей чакре он идет к третьей чакре вытаскиваем вместе с зацепкой отдавай этой ведьме да теперь ты можешь требовать с нее всю энергию которая скачалась с тебя поскольку это третья чакра это чакра социального успеха чакра самореализации и чакра финансового благополучия поэтому сейчас требуй с нее всю энергию которую она с тебя скачала да найди все те энергии которые она внедрила в твою энергосферу отдай их ей да дальше можешь поступить с ней как хочешь можешь отправить ее на суд первоисточником да говорит я так и сделаю хорошо открывает средний портал выталкивает ее заперила свою энергосферу закрывает портал хорошо что еще все телемаги вот она говорит она говорит обрет крещения да действительно обрет крещения еще я вижу я хочу спросить имя этого мужчины который здесь он не дает мне покоя обращает на себя мое внимание я приказываю ему отвечать какое имя ты носишь в этом воплощении ты воплощен вообще сейчас генерический хохот конечно хорошо ты назовешь мне свое имя ну он мне назвал одно имя я считала другое имя ну я называю он назвал имя Игорь но когда я считываю его физическое ДНК у меня все-таки идет Артур и вот это вот созвучие с Ульрихом оно как всегда не случайно но я как бы давай еще будем проверять я утверждать ничего не могу мне что приходит то я и рассказываю так я хочу сразу проверить сектор магии на предмет остались ли в на сфере воздействия от школы которую посещала Анастасия и имя руководителя этой школы Вадим так секундочку покажи мне Анастасия есть или нет в твоей энергосфере последствия от этой учебы у Вадима давай покажешь мне на раз два три последствий нет никаких то есть там магии не было а если что-то и было то оно не оставило отпечатков итак переходим к крещению или все-таки займемся Ульрихом сначала крещение говорит хорошо итак я сейчас предлагаю Анастасию давай спросим существует ли контракт да существует магический контракт Анастасия ты можешь призвать этот контракт ну вот мне даже руку приукладывать не надо прям считывается как контракт продажи души продажи частицы души не всей души всего объема сейчас я объясню продажи души поскольку это энергия ее нельзя измерить объемами и взвесить килограмм и когда идет контракт продажи души речь идет о продаже частицы той доли эта доля она такая же вечная как и целостная душа и вот идя на поводу земных материальных наших иллюзий и предпочтений мы зачастую неосознанно делаем выбор в ущерб своей душе и в пользу своему телу когда такое происходит это и есть контракт продажи души он может быть оформлен в виде контракта может быть не оформлен в виде контракта но обычно темные не упускают случаи итак да я вижу призвала этот контракт да можешь написать на нем там мысли создаешь ручку или просто просто пальцем можешь с вами написать но напишется расторгла все я вижу что от этих букв воспламенилось теперь мы должны с тобой обратить внимание на то что в процессе ищения в процессе этого ритуала у тебя могла быть изъяты частицы твоей души давай спросим сейчас я спрашиваю целостна ли душа Анастасии на сто процентов да или нет нет у меня идет цифра 97 как бы три частицы души да утрачены три частицы души я спрашиваю Анастасию при таких обстоятельствах они были утрачены первое она мне показывает первое очень раннее какое-то воплощение до земного да до земного вторая частица вот она мне показывает наше охоте как-то ее сожгли и третье получается во время крещения во время обряда крещения хорошо что мы делаем сейчас мы идем мы можем по этим моменту воплощения а можем прямо здесь сейчас сначала изъять все то что было внедрено в твою энергосферу в результате этого ритуала я говорю я хочу избавиться от этого хорошо давай посмотрим так посмотри пожалуйста на твои проекции интересно как у тебя под лопаткой такой порез под левой сзади раз лежу чтобы сзади сейчас считаю да это имеет отношение к обряду крещения мне даже идет это больше к обряду причастия а я спрашиваю в какой связи а мне идет что сейчас что в процессе причастия идет не просто символический каннибализм а идет отождествление себя с муками распятого Христа и показывают картинку как описывается в Евангелиях что его стражник копьем между ребер ударил почему-то у вас исправили лопатки Анастасия говорит не имеет значения хорошо Анастасия впереди да и впереди тоже полумесяцем таким ранка незаживающая воспаленная красная видишь вот ты можешь сейчас энергетическую руку вынуть оттуда что там находится положить на рабочий стол в другом раз смотрим и из той ранки которая под левой лопаткой я скажу что это опять какая-то на смолу на смолу похоже на смола такая сейчас довольно бесформенные куски но сверху они как будто покрашены краской слоновой кости то есть как бы иллюзия чего-то приличного да так то есть при взгляде снаружи кто-то из изновидящих может это добро и не увидеть да анастасия говорит именно для этого и попросили хорошо я прошу ее еще раз посмотреть в энергосфере есть ли еще какие-то последствия этого церковно-магического ритуала она говорит да еще говорит есть энергия негативная где они они показывают в области первой чакры в области попчика в области промежности так вынимаете энергии принимаете эти энергии хорошо на рабочий стол ну что я считываю перепроверяю что это у нас ну это кармическая ответственность я спрашиваю это твоя кармическая ответственность нет говорит я даже не знала что это во мне есть все я поняла спасибо спасибо ну что у нас в секторе магии да в секторе магии у нас есть батюшка но как-то интересно в такой в черной как это правильно называется в черных одеждах почему-то все такие прям как во время крещения таким золотом расшит а тут прям как монах он говорит а я говорит сейчас монах ну что значит ты сейчас монах и тем не менее ты причастен к этому церковному магическому ритуалу ты это сам осознаешь что ты делал когда крестил людей и я говорю это сознал я говорю анастасии что она может если захочет передать ему в ядро его души информацию о том как он может освободить свое сознание из путь из ловушки этой матрицы и да я вижу она передала ему информацию он ее принял так прижал к своему сердцу она в виде шара ему послала он так схватил и прижал к сердцу ну что в любом случае эта карма была привнесена этим человеком поэтому ты передаешь все это обременение туда откуда оно пришло вместе со всеми последствиями что дальше с ней делать этот человек разберется сам все ты можешь отправить его так призависела карма и отправь его на сутро источника мне идет что к этой ситуации привязан еще один интерферент да нет действительно подтверждение анастасия ты видишь кто из них да это инсептоид так давай сейчас я прочитаю если у него в данное время основание законы находиться в твоей энергосфере есть ли твое согласие согласие твое отсутствует расторгнув магический контракт да ты лишила его права на пребывание в своем энергосфере поэтому ты можешь сейчас его как угодно делай что знаешь она открывает нижний портал выбрасывает его на полное уничтожение и закрывает нижний портал хорошо хорошо так проверяем сектор маги так что тут у нас остался только этот мужчина в секторе интерферентов остался спрут и фантом и теле так в секторе контрактов я вижу контракт на воплощение под контракт это подробности воплощения прописывающие права интерферентов не только даже изменять сценарий по ходу воплощения то есть не окончать сценарий не окончателен они они оставляют за собой право относить корректировки изменения когда душа уже находится воплощении но это беспредел вообще а как же осознанное воле изъявления самой души итак контракт под контракт есть еще соглашение так я спрашиваю Анастасию это перед этим воплощением две души договаривались или это было в одном из предыдущих воплощений между воплощениями вы что-то пообещали друг другу хорошо ты можешь мне показать того человека с которым у тебя есть договоренность да я вижу далеко ходить не надо он прямо в энергосфере это Мирослав да хорошо и о чем вы договорились до воплощения все Анастасия мне отвечает что он приложит все усилия чтобы подтолкнуть меня к пробуждению Я спрашиваю Мирослава Мирослав скажи это действительно так так вот Я спрашивала скажи ты в данное время помнишь зачем пришел на земной план да как же завис изобрения тебе удалось сохранить ясность сознания души он говорит некоторые искажения есть он говорит я потому и спешил он говорит даже если маме это было неприятно говорит я прошу прощения мне пришлось спешить чтобы чтобы она пробудилась поскорее и да ее пробуждение позволит позволит мне и он показывает так рукой и брату да вырасти сохранив сохранив память даже не так избегнув позволит избежать множества блокировок и многих воздействий интерферентов вот так что он объясняет что он находясь в сфере мамы он во-первых он показывает как посылал подсознание сигналы Евгений и я и я дети это наше спасение все-таки это я уже от себя сказала так то есть на физическом плане это выглядело так говорит могло выглядеть как угодно потому что когда все в порядке кто же станет исправлять ситуацию да я не знаю слов ты прав благодарить тебе анастасия ты все услышала от своих деток она говорит да как же я их люблю столько тепла сейчас идет в их адрес потрясающе я вот в стороне стою от энергосферы мне просто тепло мог дают потрясающе значит так мы проводили этого батюшку теперь я предлагаю анастасии призвать все счастливы своей души все все доедины где бы они находились кем бы они не удерживались восстановить целостность своей души да призови чтобы они да возвратились и очищенными встроились в положенное место так громко говорить такова моя свободная воля я вижу почему-то две частицы летят нет и третья тоже но две как-то раньше а одна позже да ты можешь создать фильтр очистить их от чужеродных энергий да дыр уже они встраиваются да фильтр нижний портал закрыла портал так теперь я смотрю на проекция швы эти затянулись здесь лопатка затянулся шов и вот такая шла я не могла понять когда видела первый раз шло что-то вроде шрама или царапины как бы это объяснить левая щека и вот от виска через щеку до шеи вот по щеку ключицы шла царапина такая то есть инородных включений там ну во всяком случае не проявилось до сих пор а я так понимаю что одна частица да одна из частиц души связана с этим шрамом каким-то образом да анастасия подтверждает итак анастасия целостно ли твоя душа на все сто процентов ответ на раз два три она говорит да целостно и вот так ручки держит и себя на груди как же хорошо да это действительно хорошо это торжество твоей воли гре на гре гре